Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире канал 16, передача «Актуальное интервью». И у нас в гостях депутат Городской Думы, председатель Комитета по городскому хозяйству и градостроительству Денис Валерьевич Ербуха. Денис, добрый день. Добрый день. Денис, поговорим о насущных проблемах, решаемых сейчас на Комитете по городскому хозяйству и градостроительству. И, наверное, одна из главных и животропеющих проблем, тем более, что ты в ней активно сейчас принимаешь участие, как, можно сказать, волонтер, это проблема безнадзорных животных у нас в городе. И вот, если можно, поподробнее, что стало катализатором этой проблемы с твоей точки зрения? Ну, катализатором, как всегда, что-то важное в городе – это обращение жителей нашего города, волонтеров, вот, о той проблеме, которая вот и существует с бездомными животными. Вот, обратились, значит, жители, что существует такая проблема, что на протяжении многих лет она, ну, никак не решается. Во-первых, я решил этот вопрос поставить на Комитет Городской Думы по городскому хозяйству и градостроительству, чтобы, ну, рассмотреть детально и принять какие-то меры. Вот у нас недавно этот Комитет состоялся, вот, мы приняли решение о создании рабочей группы, на которой уже досконально проработает этот вопрос, потому что на Комитете, ну, невозможно, очень много мнений и очень много вопросов, и это все-таки надо систематизировать в какой-то, там, документ, вот, и для этого рабочая группа, значит, это все сделает. Вот, все-таки на Комитете присутствовали волонтеры, да, девушки, которые вот писали это обращение, они сакцентировали внимание наше на такую проблему, что люди начали травить бездомных, по сути, даже и домашних собак, то есть, что погибла одна собака на руках у вот... Да, ситуация, она, как бы, вот такая произошла, вот, и поговорив с волонтерами, такие ситуации уже неоднократно в нашем городе, это означает, что, значит, та ситуация с бездомными животными, она переросла определенный предел, да, и некоторые жители, боясь, там, за своих детей, за общество, да, применяют вот такие негуманные цели, да, разбрасывая яд в отборовых территориях, и тем самым, на самом деле, тот эффект, который они закладывают в это действие, да, он может распространяться и на людей, и на домашних животных, и поэтому эту проблему надо решать с помощью правоохранительных органов, конечно, если есть вот у волонтеров некая информация, вот, это, значит, там, будет делаться по линии УВД, и такое заявление уже написано, и правоохранительные органы ведут работу по своей части. Ну, то есть, это жестокое обращение с животными, сегодня у нас в Уголовном кодексе есть соответствующая статья за такое действие, и, друзья, поэтому, если у вас есть какая-то информация, и вы видите, что кто-то этим занимается, сообщите в полицию, я думаю, что им поможет эта информация. Конечно, потому что это можно решить только путем фиксации вот этого противоправного действия. Вот. Ну, после комитета, значит, я решил съездить в приемник для животных, посмотреть своими глазами, в какой ситуации он находится. Мы знаем, что финансирование этого приемника практически нулевое, да, то есть на самый минимум, что, значит, требуется приемнику, там выделяются деньги, это на, по сути дела, на кормление тех животных, которые есть там. И все, в принципе, коммунальные услуги еще оплачиваются, и два работника. Вот на этом заканчивается все финансирование. Там всего два сотрудника. Да, два сотрудника. Ну, приехав туда, мы просто ужаснулись, и я для себя принял решение, что надо, значит, помочь. Мы запустили два процесса. Первый – это через Думу, который будет отрабатывать взаимодействие с органами власти, значит, с областными, значит, структурами, которые подотчетны этому направлению, да. Но, с своей стороны, понимая, что этот процесс не слишком быстрый, вот, если бы те полномочия по содержанию приемника, да, они были в местном, грубо говоря, там, в бюджете заложены, и органы местного самоуправления, да, могли бы это делать, то это было бы намного быстрее, скорее всего, да. Вот так как полномочия по содержанию, по этому уходу, они переданы области, и, соответственно, там даже государственному управлению, да, вот, поэтому там увеличение какого-либо финансирования – это достаточно долгая история, вот. Кроме того, приемник находится не в первостепенной, как бы, вот, в поле зрения, да, то есть это финансируется по остаточному принципу, потому что он принадлежит к СТОВу, да, у них там свои есть, и… Ну, и КСТОВа – это, условно, что главная организация зарегистрирована в КСТОВском районе. Да, да, да. Ну, тем не менее, значит, наш приемник находится достаточно далеко, и он финансируется по остаточному принципу, вот. Вот. Приехав туда, увидев просто адские такие условия, ну, исходя из того, чего, как бы, требуется, да, то есть если вкратце… Да, что мы сделали? Велась работа на протяжении вот двух недель. Первое – это очистка территории. Вот вы просто не представляете, значит, там был, по сути дела, лес из кустарников, да, то есть вот здание и его территория, территорию даже было не видно, вот. А, значит, приехали наши сотрудники, значит, почистили это все, там вывезли несколько, там, десятков, именно десятков машин мусора, значит, дальше что сделано? Сейчас хотя бы вот территория вокруг приемника, она видна, и там можно выгуливать даже собак, что и сейчас как раз делал. Некоторые собаки привязывают на специальные, значит, тросы, на которых они выгуливают, они длинные, ну, то есть это лучше, чем сидеть в клетке. Дальше. Следующий вопрос – это вентиляция. То есть там есть приточная и вытяжная вентиляция в этом здании, но она уже 15 лет просто не работает. И когда я первый раз туда вошел, ну, там тошнотворные такие чувства, вот, то есть у меня некоторые сотрудники у меня, выполняя работы, проходя до середины вольеров, выбегали, просто выбегали, потому что, ну, очень неприятный запах. Значит, мы восстановили всю приточно-вытяжную вентиляцию, ну, сейчас вот последнюю вентиляцию восстанавливают в одном отсеке вытяжной, вот, полностью все запустили, заменили те агрегаты, которые, значит, которых не было, вот, заизолировали все, значит, вещи, откуда выходил воздух, ну, который не должен там выходить. В общем, сейчас вентиляция практически работает, и вот на неделе мы ее дозавершим, чтобы она в полном цикле работала. Вот. Дальше что? Нужно понимать, что приемник состоит из вольеров, так, там 20 вольеров находятся, в которых сидят, там, от одной до, там, семи собак в каждой. Вот. Ну, маленькие, там, группа сидит. Значит, первое, что бросилось в глаза, это, что вот он состоит полностью из кафеля, да, и собаки из-за того, что у них когда-то были там поддоны, на которых они лежали деревянные, да, их просто нету, их просто нету, и они лежат на кафеле, и, соответственно, даже вот они не могут согреть своим телом то место, которое, на котором лежат. Мы сразу же сделали 20 поддонов разных размеров, да, ну, чтобы где много, там он побольше, чтобы собаки там, значит, спокойно сидели. Дальше, следующий этап работ, это из каждого вольера есть выход, который не работает, просто не работает. Он должен быть как автоматический? Он как? Там есть трос, который нужно потянуть, дверь открывается, и собака выходит на улицу, где есть уличные вольеры. Вот из всех 20 работает только в 4-х. В 4-х. Мы сразу же приняли решение, что, во-первых, надо, ну, создать условия, чтобы собаки выходили хотя бы на улицу. Сейчас работы по ремонту этих отдвижных подъемных механизмов ведется. Кроме того, следующее, мы полностью в этих вольерах заменили, сейчас, заказали 20 пластиковых дверей, вот, небольшие, это, чтобы, вот, ты когда поднимаешь вот эту штуку, там дальше дверь. И вот эти двери, они все сгнили, их просто забили гвоздями, понимаешь? И дальше, даже если ты поднял эту штуку как-то, которая не поднимается, то там даже некуда выйти. Вот сейчас заказали, и в течение там 2-3 недель там появится 20 новых этих вещей. Вот. А что еще? Это то, что касается содержания собак. То есть это всего 20 вольеров, ну, в которых там маленькие собачки вместе, большие и злые собаки по отдельности. Кроме того, мы восстановили уличные вольеры все. То есть там раньше была просто перекопанная в канавах чернозем. И вот когда дождь, меня это поразило, когда я там пришел, да, один раз, и был дождь. И в этих, значит, ямах полной воды, там даже сухого места нет. И вот те собаки, у которых есть возможность гулять, они вот ходят там как по болоту по какому-то. Мы завезли 4, значит, маза-щебенки, там 4 уличных вольера, и мы выровняли там полностью всю, значит, основу, сделая гравий, вот, щебенки, точнее, вот, мелкой. И собаки сейчас с удовольствием бегают по... Собственно говоря, воды нет больше. Да, в вещах. Вот. Что еще? Но там же еще и кошки содержатся. Там кошки не содержатся. Уже нет. Раньше были маленькие клетки. Да, там были, но там сейчас собаки. Там сейчас собаки. То есть вот этих маленьких. Вот еще меньше собаки. Вот. Там порядка 70-80 собак. Вот сейчас находятся. Сейчас, на данный момент. Большое количество. И самое главное, что вот того содержания, которое выделяется, его вообще не хватает. Понимаете? Это порядка 700 тысяч рублей в год. Да? Ну, посмотрите. Там работают две женщины. Вот. Они полностью заняты на уборке и кормлении животных. И, конечно, им вот, ну, просто некогда по времени чем-то заниматься. Более ухаживать за животными в плане, ну, там, расчесывать. Их, там, мыть. Ну, они делают это все. Ну, не так, как бы должно было быть. Понимаете? Поэтому, значит, нету даже там сотрудника, который бы социализировал животное. Да? То есть некоторые собаки есть, ну, которых надо приучать к человеку. Ну, доброта, чтобы там вот в такие условия просто знаешь, как эти собаки туда попали. Ну, это просто. Да, кстати говоря, это хороший вопрос, потому что ведь, по сути, природа этих бездомных животных, они же не на улице родились. Да. Их из дома выкинули. Конечно. Вот я вот прям вот, ну, первое там, вот там есть красивая такая собака достаточно, да. Ее просто хозяин, ее как нашли, связанную, значит, у ней лапы были связаны и брошенная просто в сугроб. И так как она серая, волонтеры увидели ее, подошли, связанные лапы, представляете, зимой на белом снегу. Вот, они размотали ее и привезли туда. Ну, то есть, такой ужас, как-то животные туда попадают, но это просто. Вот. Из работ, которые еще делают, восстанавливают крыльца сейчас все. То есть, тут малярная работа. То есть, крыльца к зданию полностью все разбиты. Сейчас, значит, они восстанавливаются. Ведется покрасочная работа. Красятся цоколя у здания, красятся ворота, входные группы. Ну, вот, ну, полно еще вот дел. Это вот я сказал о тех делах, которые сделаны. Но еще впереди достаточно много вещей. Ясно, что при вот этом приемнике работает группа волонтеров, да, которые в том числе помогают и кормами, и уходом, и пристроем животных, да, постоянно дают объявления о том, если, кстати говоря, вы хотите, вы можете найти группу наших волонтеров, зато верный друг, я так понимаю, правильно называется. У них постоянно есть объявления о пристрое домашних животных. Можете помочь нашему приемнику забрать оттуда животные. Я думаю, что там многие ищут новый дом. Волонтеры – это вот единственный способ, который сейчас, значит, существует для того, чтобы поддержать как-то этот приемник. Вот он единственный. Они делают очень много, на самом деле. И помогают с кормом, да. Они приходят и, значит, выгуливают собак. Это очень важно. Потому что, ну, представляете, он целый день в клетке сидит, да. Это не вот тот приемник, который мы видели там по каналам Discovery, там, где, знаете, там все идеально, там 20 человек на 20 собак, их выгуливают. Нет. Вот я думаю, что это так. А когда я вот зашел туда и посмотрел, я ужаснулся, что мы в современном, грубо говоря, городе, да, там, статус у нашего города. И вот мы не можем решить не со всеми бездомными животными, а хотя бы вот с теми, которых содержим. Ну, это как бы печально. Рядовой житель как сейчас может помочь нашему приемнику с твоей точки зрения? Ну, с моей точки зрения, на самом деле, хотя бы тем, чтобы прийти туда и попробовать взять какое-нибудь животное для выгула на территории. Прям, да. Потому что вот все технические вещи мы взяли на себя, и сейчас их реализуем все, да, и не хватает общения у собак. Ты просто не представляешь, ты когда идешь по вольерам, да, ну, они все прям вот руку сунешь, они просто там лижут ее, то есть им требуются ласки, вот это внимание домашнее. Ну, просто. И когда вот мы, например, с семьей в эту субботу, значит, я взял дочку, жену, вот, и мы пошли и выгулили 9 собак, 9 собак, да. Ты вот ее взял на поводке, она счастлива просто, да, там, ну, понятно, ты ее там трешь, пытаешься там, у них есть там места, которые надо там почистить, там, ну, щеткой, колтуны, да, это, ну, ну, просто вот этого не хватает очень серьезно. И собаки нет агрессивной, вам дадут ту собаку, которая, ну, агрессивных, ну, там одна, может быть, да, вот, но то она агрессивная, как сторожевая собака, по сути дела, да, то есть она к своим, тех, кого знает, она нормальная, а на других она лает, вот, поэтому, если есть желание, приходите там на входе в этот приемник, он, кстати, получил статус приюта уже сейчас, вот, на заборе есть объявление с номером, сотрудники там все время находятся с 8 утра или 7 до, там, 6-5 вечера, вот, и в субботу и воскресенье так же. Вот это бы помогло. Ну, я так понимаю, что и любая помощь связана и с кормом, и так далее, и любая помощь там приветствует. Ну, это, само собой разумеется, да, если есть возможность, а нету времени проводить там с собаками какие-то временные интервалы, то, конечно, это... Я вот, например, в эту субботу, когда мы гуляли, пришли в два детских садика, не помню, какие группы детишек, принесли кучу корма, вот, ну, сфотографировались, пообщались с животными там, ну, которые там, вообще там несколько щенков есть, вот. Вот. И вот это правильное дело. Давай к следующей насущной проблеме, и сейчас это уже в финальной стадии находится этот вопрос, это тариф за проезд в городском транспорте. Мы уже не один раз в своих передачах это обсуждали и в новостях рассказывали по поводу этого понятия. Я думаю, что тебе, как председателю комитета, через который этот вопрос проходил, да, важно, все-таки, наверное, окончательно, да, подвести итог, все-таки, как и почему будет происходить поднятие тарифов. Хочу сказать, ну, первый вопрос очень сложный и очень резонансный, да, и я вот, как бы, с точки зрения социальной ответственности, я понимаю, что любое увеличение любых плат, что это там ЖКХ-шные, значит, тарифы, что это там проезд или любые другие, да, он очень серьезно отражается на определенной категории людей, ну, по которым это увеличение происходит, да. Вот, и в принципе, обоснование, обоснование такого вот, чтобы успокоить этих людей, ну, мы никогда не найдем, просто никогда, да, любое увеличение будет восприниматься, как некое, ну, вот там, депутаты всегда увеличивают, ну, нужно понимать, что вот то предприятие, которое оказывает эти услуги Горавтотранс, оно очень много вопросов, вопросов моря к нему, да, и к расписанию, и к маршрутам. Да, вот, и к вежливости там сотрудникам, и к технике, да, но, тем не менее, нужно понимать, что это не частный перевозчик, который решает, по какому маршруту ему интересно выездить, по какому нет. Горавтотранс решает очень большую социальную задачу, понимаете, это социальные маршруты, это те маршруты, по которым частный перевозчик не будет ездить. Да, кстати говоря, такие уже были случаи, когда предлагали маршрут частному перевозчику, он брался, потом говорил, невыгодно и уходил с него. Да, да, и этих маршрутов очень много в городе, и никто их не заменит, никакой участник их не заменит. Вот, поэтому вот ситуацию на Горавтотрансе, да, вот на ее финансовую ситуацию, да, значит, мы должны как-то повлиять, да. К нам выступилась инициатива администрация, которая знает финансовое состояние Горавтотранса. Мы обсуждали несколько раз это все дело на комитете, на рабочих группах, значит, вот, смотрели финансовую хозяйственную деятельность и пришли к тому, что, значит, увеличение, оно все-таки необходимо, да. Самое главное, чтобы вот это увеличение руководства Горавтотранса направило на правильные моменты, да, вот, чтобы люди в какой-то степени оказания вот этой услуги увидели качество, улучшение качества, да, то есть это может быть и расписание, это может быть и парк автомобилей, да, это может быть зарплата сотрудникам, да. Конечно же, последнее решение, это все-таки заседание Городской думы, все объективные вещи, да, они говорят, что этому увеличению быть, но, тем не менее, даже вот с тем тарифом, который выходила администрация изначально, он был больше. Да. И все-таки думе удалось, значит, доказать, значит, руководству предложить различные способы экономии, вот, чтобы этот тариф все-таки был такой средний, средний из двух мнений, то есть депутаты в целом, в принципе, против этого всего дела, да, вот, администрация предлагает такой тариф. Тарифы сошлись, ну, по объективным причинам, что вот будет некая средняя величина, вот, конечно, в социальных сетях это очень сильно обсуждается и сравнивают и Нижний Новгород, где поездка длиннее, значит, стоимость такая же, да, вот, но там, нужно сказать, пассажиропоток. Ну, там, пассажиропоток другой. Гораздо другой, расстояние-то длиннее, но пока он проехал это длинное расстояние, он столько людей там перевез, да. Сколько у нас за год не перевозят. Да, и поэтому нельзя так сравнивать. Ну, мне кажется, немаловажным, и это то, что забывают в соцсетях, обсуждая, да, говорить о том, что не всех коснется, в принципе, это повышение. То есть это категории, которые, по идее, больше всего якобы должны пострадать от этого решения, на самом деле их это не коснется. Да, у нас много льготников, вот, это и студенты, это и пенсионеры, это и ветераны, вот, это те, значит, люди, за которых компенсируют этот проездной билет или, там, проезд, областной бюджет, вот. Но, тем не менее, это достаточно большая прослойка людей, да, которых это коснется, понимаете. Мы хоть и говорим, что это работающие люди, да, но, тем не менее, для них это тоже очень существенная вещь, особенно у тех людей, у которых, ну, доход не такой большой, любое увеличение. Да, но поэтому сделаны проездные, собственно говоря, по ним повышение не так сильно получается. Не так сильно, но мы должны понимать, что все-таки оно коснется большую группу людей, вот. Ну, вот нам, как депутатам, все-таки надо больше уделять внимание на финансо-хозяйственную деятельность муниципальных предприятий, вот, в частности, Горавтотранса, да, вот, чтобы помогать им, оптимизировать их, значит, всю структуру, да, и расходную часть оптимизировать, и, может быть, штат оптимизировать, и маршруты. Ну, то есть, хоть нам и говорят, там, администрацию, что мы этим занимаемся, но, понимаете, можно заниматься с разным результатом. Вот, и если есть желание у депутатов поучаствовать в этом, то есть, администрации нужно это желание реализовать. Ну, то есть, получается так, что это повышение должно стать синонимом повышения качества оказываемых услуг Горавтотрансом. Это и расписание движения, чтобы автобусы друг за другом не ходили, а ходили строго по расписанию, да, чтобы можно было в любой момент уехать, да, имелась такая возможность. И, собственно говоря, жители должны почувствовать на себе именно улучшение качества этой услуги. И это задача депутатов теперь взять этот вопрос на контроль. На контроль, обязательно, потому что, на самом деле, объективных причин, вот, очень много, касающихся качества обслуживания, да. Ну, вот, например, нам вот директор Горавтотранса сказал следующую вещь. Вот, понимаете, мы в течение дня должны поддерживать те маршруты, то расписание, которое у нас заложено в контракте, да. Есть, нужно понимать, что есть проходные часы, да, и непроходные. Ну, когда много людей едут, когда очень мало. И частники, как раз они стоят в это время, не так часто едут. А вот когда начинается сам пик, они вперед автобусов городских, и там летят, собирая все, значит, всех пассажиров, да. Вот, поэтому, вот он предложил, например, поставьте на частные перевозчики, на их транспорт, систему, там, ГЛОНАСС, ну, она, наверное, стоит. Ну, подключите ее, например, к системе умного Сарова, да. Вот, и вы сами убедитесь, и вы будете лучше контролировать, что частные перевозчики, они нарушают, значит, те графики, к которым должны ехать, за экономических причин. Понимаете? Поэтому, ну, надо работать в этом направлении, ну, как результат этой всей работы, у нас должно улучшиться, значит, ситуация с общественным транспортом во всех спектрах этого вопроса. Денис Валерьевич, большое спасибо, что пришел к нам в гости, ответил на два таких важных, насущных вопроса. Друзья, на этом у нас все, и с вами мы увидимся через неделю, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин